23 мая в Русской Православной Школе при Храме Рождества Христова состоялась праздничная линейка и прозвучал последний звонок. А перед этим был отслужен благодарственный молебен. Духовенство, преподаватели, воспитанники школы и их родители собрались в Рождественском Храме, чтобы молитвенно поблагодарить Бога за пройденный учебный год. Для выпускников 9-го и 11-го классов этот день радостный и волнительный одновременно. Ведь осталась позади школьная жизнь, наполненная важными событиями, открытиями, радостными и значимыми моментами. Хотелось пожелать вам очень важных три жизненных совета. Первое. Постарайтесь, где бы вы ни оказались, не линясь, трудиться. Если вы учитесь, то не ленитесь учиться. Если вы беретесь за какое-либо дело, то не линясь, делайте его до конца и хорошо. Мне хотелось бы пожелать вам второе. Обязательно перед каждым добрым делом призывать Бога, молиться, разговаривать с живым Богом. И Бог, будучи праведен и милосерд, обязательно поможет нам с вами во всех наших начинаниях. И третье. Мне бы хотелось пожелать вам крепкой веры. Потому что если мы будем верить в победившего смерть Господа нашего Иисуса Христа, то тогда и смерть будет не страшна нам. Первый шаг к будущим достижениям и успехам уже сделан. Впереди время серьезных, ответственных решений о выборе дальнейшего профессионального и жизненного пути. Сейчас для вашего будущего очень важно, чтобы в этот путь, который вы отправляетесь, вы взяли крылья веры. И она вам поможет преодолеть все сложности. Добрый путь. Счастья, успехов и радости. Своими хореографическими выступлениями украсили праздник учащейся школы. Перед вами встанет выбор, по какому пути идти. По тесному пути спасения или по широкому пути погибели. Но вы, несмотря ни на что, идите этим тесным путем. Идите прямо, не сворачивая. От родителей педагогов было сказано много хороших слов, напутствий и пожеланий. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас нашел свое призвание. Любимое дело, чтобы вами могла гордиться наша страна. Желаем вам быть представителями настоящей русской культуры, чтобы, глядя на вас, можно было сказать за Россией будущее. Ребята, в добрый путь. С Богом. Он нас водит. Он наш генерал. Не забывайте эти слова Александра Васильевича Суворова и ничего не бойтесь. А с вами будет наша родительская любовь. Русская православная школа имени преподобного Серафима Саровского осуществляет свою деятельность уже 25 лет. В Екатеринодарской епархии это единственное православное аккредитованное учебное заведение, имеющее конфессиональное представление. В общеобразовательной православной школе 33 высококвалифицированных преподавателя обучают 140 воспитанников с 1 по 11 класс. Программа усилена православным компонентом. Учащиеся занимаются хоровым пением, каллиграфией, в творческих мастерских, изучают церковно-славянский язык, посещают военно-патриотическую секцию при храме. Как важно еще со школьной скамьи готовить юношей и девушек к семейной жизни. Учить именно тому, что отношения между супругами формируются в христианской семье по образу отношений Христа и его церкви. И сама христианская семья представляет собой малую церковь. Жизнь семьи как малой церкви подразумевает совместные моления, совместное чтение Слова Божия, совместное участие в совершении добрых дел. Тогда в таких семьях, где пребывает любовь к Богу и друг к другу, рождаются и вырастают счастливые дети. Но самое главное, что учащиеся изучают основы духовной культуры, познают, что мир сотворен Богом, которому есть место в сердце каждого человека, что Бог есть любовь. Многие родители, приводя в православную школу своих детей, понимают, как важно вырастить патриотов своей страны. Страны великих писателей и поэтов, ученых и мыслителей. Страны великих героев и защитников своего Отечества. Ангелы приходят наяву. Ангелы приходят наяву.